Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем про пасынковый урожай. Что же такое пасынковый урожай? Смотрите, вот у нас идет основной побег. В данном случае он чуть-чуть под наклоном. Вот из пазухи листа у нас пошел пасынок. И, как видите, он с гроздочкой. Такие гроздочки могут появляться на пасынках первого порядка. Вот как в данном случае. То есть тот пасынок, который отходит от основного зеленого побега. В некоторых случаях на пасынках второго порядка. Здесь урожая нет, но я вам показываю, что такое пасынок второго порядка. Вот это у нас пасынок первого порядка. Вот он отошел от основного побега. Я уже его обрезала. И теперь из его пазухи листа начинает идти пасынок второго порядка. Вот, смотрите, вот здесь у нас гроздочка. Вот это основной урожай. Вот пасынок. И на этом пасынке тоже уже появились ягодки. От чего это зависит? Конечно, все сорта могут так или иначе образовывать урожай на пасынках первого либо второго порядка. Чаще второго. И чаще это происходит при каких-то неблагоприятных условиях. Например, основные почки подверзли весну. Они выходят без урожая. Куст не нагружен. И тогда он может выдавать вот этот пасынковый урожай. Но есть некоторые сорта, которые, в принципе, всегда этот самый пасынковый урожай формируют. Просто практически на всех пасынках. То есть масса пасынкового урожая – это все-таки сортовая особенность. Ну, вот, например, сеня. Вот я не досмотрела, не убрала гроздочку. Вот в сравнении с основной и пасынковой. Дальше, если мы посмотрим чуть выше. Здесь у нас была жесткая обрезка после града. И вот у нас идет пасынок первого порядка. И вот от него отходят раз, два пасынки второго порядка. И вот на пасынке второго порядка у нас гроздочка. Резкость плохо настраивается, но видно. Это у нас сеня. И вот он образует пасынковый урожай практически всегда. Также всегда пасынковый урожай дает кишмиш запорожский. Причем, смотрите, даже вон какая гроздочка. Достаточно большая. Но еще не зацвела. Остальные я просто поубирала. Но у него это очень-очень часто. И достаточно много вот этих пасынковых гроздей. Антоний Великий дает пасынковый урожай. Но это не пасынковый урожай в данном случае. Это основной. А пасынковый я просто пообрезала. Лучезарная и розовая дымка. Причем, смотрите, там еще такая не зацвелевшая гроздочка. А вот чуть выше уже вот такие ягодки. Это розовая дымка. Донские зори тоже плодоносят на всем. И некоторые другие сорта. Причем, как я вам уже сказала, для одних характерно все время наличие пасынкового урожая. Для других при каких-то не очень благоприятных условиях. Вот сейчас я вам показываю гроздочку на интриге ранней. Интригу ранней у нас по весне объели мышки практически. Практически выели все почки под ноль. Пошла, я даже не знаю, из каких замещающих. Там буквально одна почка нормальная была. Все остальное, я даже не знаю, откуда она сформировала. И первый год на ней стал появляться пасынковый урожай. То есть раньше такого не было. В обычном состоянии для этого сорта это не характерно. В то время как в Сене и Запорожске каждый год на всех пасынках у них так или иначе появляются гроздочки. Вот это у нас Аладдин. Для Аладдина это не сказать, чтобы очень характерно. Но у него тут и состояние абсолютно хорошее, никто его не повреждал. Но почему-то он тоже решил выпустить вот такую вот пасынковую гроздь. Она, кстати, уже отцвела. Ну а теперь самый насущный вопрос. Что делать вот с этим пасынковым урожаем? Смотрите, если у нас куст имеет нормальный основной урожай, ну вот как здесь у Сене, у него прекрасный свой основной урожай, еще который и нормировали, то, конечно, пасынковый урожай ему не нужен. Это лишняя нагрузка. То есть в таких случаях мы вот эти гроздочки срезаем. То есть мы работаем с пасынками, так как нам положено с ними работать. Поэтому есть отдельное видео. И гроздочки вот эти все убираем. Но это в случае, если у нас с кустом все хорошо. Если же по каким-то причинам у нас нет основного урожая. Ну, например, весной у нас все подмерзло. Либо там, как я вам показывала в случае с интригой ранней, поели мыши. У куста нагрузки нет. Сила роста есть. Причем напомню, что некоторые сорта начинают выбрасывать вот этот самый пасынковый урожай. Именно тогда, когда что-то случилось вот такое неблагоприятное. И у них хватает мощности на этот пасынковый урожай. В таком случае такой урожай убирать не нужно. А наоборот, пусть он останется для того, чтобы у кустом была эта самая нагрузка. Потому что жирующий куст, недогруженный куст, это не очень хорошо. Он может плохо вызревать, он может плохо закладывать урожай на следующий год. И мы можем получить, на самом деле, такую проблему на несколько лет. Не всегда у нас есть несколько лет на то, чтобы куст восстанавливать. Вот посмотрите, здесь какая толстая, мощная лоза. Вовсю идут пасынки. Уже и второго порядка. И вот там этот пасынковый урожай. И, конечно же, я его оставляю. Потому что куст не нагружен. Вот это тот куст, который мышки поели. Конечно, в таком случае вас заинтересует вопрос. А вызрит ли этот урожай? Ну, на самом деле, как повезет. В прошлом году я вам показывала. Насеяние пасынкового урожая, по-моему, на реформе и на Антоне Великом. Тот урожай успел вызрит. Ну, конечно, очень сильно все зависит от погодных условий. Каждый год у нас погодные условия меняются. То у нас жаркое лето, то холодное лето, то осень с ранними заморозками. То осень длинная, хорошая и теплая. Поэтому тут, как говорится, как повезет. Ну, если повезет, то, конечно, для нас это будет приятный такой бонус. Хоть какой-то урожай мы получим. Ну, наша основная цель оставления вот этого пасынкового урожая в случае, когда с кустами что-то случилось. Это, конечно же, избежать жирования куста, избежать недогруза куста. Но уж если такой урожай еще и созреет, то это такая будет приятная вишенка на торте. Конечно, бывает, что при наличии больших, взрослых, хороших кустов, где-то пасынкового урожая мы просто случайно не досмотрели. Он остается, может созревать и вызревать. Но если куст у вас с хорошим своим урожаем основным, то сильно не балуйтесь с пасынковым. То есть, ну, где-то случайно что-то осталось, пропустили, ничего страшного. Но специально, особенно много оставлять не нужно. Можно оставить одну гроздочку ради интереса эксперимента, посмотреть на созревание ягод. Но если у нас есть основной урожай, то, конечно, пасынковый в таком случае, он может даже и созреть, но он будет мелкий, он будет не совсем полноценный, он может не совсем добирать сахара. То есть, ну, так побаловаться ради интереса, посмотреть можно. Если же у нас основного урожая нет, тогда, конечно, качество пасынкового урожая вполне может быть лучше. Ну, все это обусловлено нагрузкой куста. И последний вопрос, который я хотела бы осветить. Конечно, вот те сорта, которые массово выбрасывают пасынкового урожая, хорошо это или плохо. В обычном состоянии, если у нас все нормально развивается, то, конечно, с такими сортами надо быть чуть внимательней, для того, чтобы их не перегрузить. То есть, когда работаем с пасынками, обязательно обращать внимание на эти груздочки. Ну, в любом случае, мы ведь проводим какие-то зеленые операции. Единственное, конечно, что если вы хотите такие кусты оставить максимально без присмотра, то качество урожая может быть значительно хуже, ввиду того, что куст перегружается. Так, например, про кишмиш запорожский говорят, что это сорт самоубийца. То есть, очень-очень много закладывает урожая на всем, на чем можно. Ну, и потом куст может не выдержать. То есть, с одной стороны, вроде как не совсем это хорошо. Такое массовое плодоношение. С другой стороны, если у нас происходит весеннее подмерзание, потом что-то случается, вот как я вам показала пример, мышка поела, либо у меня в этом году град прошел. Ну, да, к счастью, побил не очень сильно. И кусты восстанавливаются. Вот там уже даже при обрезке, пасынке, как продолжение основных побегов выросли. И на полметра где-то, и на метр. То есть, кусты восстанавливаются. Но если бы их побила семья, то как раз-таки за счет того же пасынкового урожая у меня не было бы недогруза кустов, не было бы жирования кустов. Ну, конечно, какой-то урожай, пусть позже, пусть менее качественно, но тем не менее можно получить. И это тоже очень приятно. Ну, на сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов и награды, и мои контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok